Во всемирье существует огромное множество миров. Один из них, забытый всеми Сулиаст, стал новым домом для тех, кто совершил неизвестное преступление против своего народа. Хитрая гномка Хельга, люди, воины Ричард и маг Огнярет, полуэльфийка-охотница Ародель и эльф-мечник Вигги. Все они были лишены памяти и слосланы на Сулиаст в наказание. За что? Того не знаем ни мы, ни они сами. Изгнанники появились во вспышке старого магического портала посреди руин в лесу, с простеньким снаряжением, небольшим количеством провизии, до старой карты окрестных земель. Так для них началась новая жизнь, буквально, с чистого листа. Сулиаст встретил чужаков отнюдь не с распростертыми объятиями. Всплеск магической энергии от портала пробудил неупокоенные кости в руинах. Героям пришлось столкнуться с нежитью сразу после того, как они прибыли. Хорошо, что не все они позабыли. Некоторые умения из прошлой жизни остались в памяти. Это помогло чужакам справиться с поднявшимися скелетами. После боя изгнанники решили уйти прочь от руин, чтобы осмотреться и найти более безопасное место. Шагая по широкой лесной тропе и изучая окрестности, изгнанники повстречали странного незнакомца колдуна, стоящего посреди выжженного пламенем круга тлеющей травы и печерневшей земли. Не скрывая своего интереса к путникам, он оказался не прочь перекинуться десяткам других слов. Краст, а именно так его звали, сославшись на совершенное незнание окружающих мест, предложил иномирцам работу по найму, сопровождать его. Но из-за недоверия Хельги к незнакомцу колдуну, которого гномка ничуть не скрывала, и последовавшие короткой стычки с ней, Краст отказался от своего предложения и решил идти в одиночку. Спасли ситуацию уговоры Эрета, которому была интересна компания еще одного мага. В итоге колдун все же согласился продолжать свой путь с героями, но уже правда без плата за сопровождение. Выйдя под вечер к редколесью и полузаброшенной дороге, изгнанники устроили привал чуть по оду лет обочины. Первый день на Сулясте выдался утомительным, и всем нужно было отдохнуть. На следующее утро Ародель и Вигги, заметившие ночью свет в пещере неподалеку, отправились туда, чтобы посмотреть, что же там сияло в темноте. Вместе с ними пошел и Ред. Там герои нашли подземный водопад с небольшим чистым брудиком, полным пригодной для питья воды. Но чтобы к нему подобраться, троим изгнанникам пришлось столкнуться с парой травоядных, но достаточно агрессивных, гигантских рогатых жуков. А держав над насекомыми победу, троица задумалась о переносе в пещеру вместо привала. Тем более, что после боя с жуками прямо у воды был обнаружен тайник торговцев. В нем, среди бутылок с ромом, довольно неплохого снаряжения и горсти золота, Ред нашел необычный меч, в котором почувствовал спящие чары. Тем временем, в лагере, рядом со старой дорогой, Хельга, пытаясь оправиться и хоть как-то обработать раны, полученные в схватке с Крастом, заметила, что за ней и Ричардом кто-то наблюдает. Этими соглядатыми оказались представители одной из рас Суляста – Рахты, низкорослые двуногие зверолюди, чем-то напоминающие лисиц. Рахты хотели ограбить путников, забрать золото, еду и зелье, на что Ричард совершенно не был согласен. Завязалась драка, в которой воин был ранен, но вовремя появившийся Краст, который чуть ранее куда-то уходил по своим делам, смог отпугнуть нападавших и тяжело ранить их главаря. Применив какой-то кровавый магический ритуал, колдун вылечил Ричарда, использовав для этого остаток жизни лидера Рахтов. Такое внезапное благородство маг объяснил тем, что ему изгнанники еще пригодятся, а свое странное колдовство он назвал магией крови. Ародель как раз в это время возвращалась в лагерь, чтобы позвать остальных перебраться в пещеру, и не смогла не заметить следы недавнего сражения. Гномка рассказала ей о том, что случилось, немало удивив и беспокоив полуэльфийку. Поводов перебраться в пещеру стало еще больше. Охотница привела Хельгу, Ричарда и Краста в новое подземное пристанище, к Рету и Вигге. Там изгнанники смогли неплохо поужинать впервые за их новую и недолгую жизнь на Сулиасте. Рет проявил свои неожиданные умения в готовке, чем обрадовал всех. Распределив между собой добычу из тайника торговцев, герои решили остаться в пещере на ночлег, и уже поутру продолжить свое путешествие дальше, на северо-восток, к обозначенному на старой карте поселению. Туда нужно было попасть к Расту. Среди снаряжения Ричарду в тайнике приглянулся найденный молодым магом зачарованный меч, который воин решил оставить себе. К слову, источник ночного освещения в пещере был найден. Там росли волшебные светящиеся в темноте цветы. Следующее утро встретило изгнанников пасмурной погодой. Между хвойным лесом и предгорьем на восток вела дорога, перемежающаяся рытвенными и глубокими канавами, но идти было легко, пока она не стала сужаться и резко заворачивать в холмы, из-за которых поднимался черный дым. Пройдя чуть дальше, по дороге путешественники нашли источник этого дыма – пожарище, сгоревшие почти до тла деревенские постройки. Раньше здесь был хутор или небольшое обособленное поселение, Сейчас же от большинства строений остались лишь выжженные остовы, даром что еще не рухнувшие под собственным весом. Огонь уже почти догорел, лишь кое-где еще тлели угли, и всюду были трупы. Страшное зрелище. Трупы, как простых людей и местной стражи, так и существ, по облику экипировки которых изгнанники узнали рахтов. К Расту нужно было добраться до своей цели. Некого человека, что находился в единственном уцелевшем деревянном особняке, охраняемом несколькими воинами. Они оказались наемниками, уставшие и разораженные после сражения на рассвете с рахтами, воины не слишком-то жаждали новых битв, а потому и их, не без помощи подаренной бутылочки хорошего рома, изгнанникам удалось убедить просто уйти. Ну и что, что господин Сарук Парн, их наниматели и цель Граста остался без защиты? Не пропадет же, верно? А после боя с рахтами нужно было отдохнуть и проветриться? Маг крови искал Сарука отнюдь не для дружеской беседы. Колдун попросту бил Парна за закрытыми дверями его комнаты, попросив изгнанников выйти и не мешать его делам. Выпытать у Краста подробности и причины столь жестких мер у изгнанников не вышло. И, в общем-то, это их устраивало. Они лишь сопровождающие, а в чужие дела лезть себе дороже, лишь Хельга осталась недовольна действиями колдуна и его методами. Немногим позже изгнанники решили остаться в особняке на ночь, а наутро отправиться на юг, в деревушку под названием Преречье. Тем более, что Краст обмолвился о том, что Сарук не единственная цель в его списке, и следующая жертва находится как раз на юге. Тем же днем Вигги, Ародель и увязавшиеся за ними Хельга отправились на охоту, пока остальные занимались насущными делами. В поисках добычи они наткнулись на Станрахтов. Там, в кострище среди угля и пепла, нашелся клочок пергамента, не догоревший остаток от письма Витара Айша, староста Преречья, в котором он приносил за что-то извинения перед рахтами. Увы, понять полный смысл послания по останкам письма было попросту невозможно. От Стана в лес вели следы рахтов, и судя по ним, они что-то или кого-то тащили. Вернувшись с небольшой добычей, изгнанники вместе поужнали, обсудили еще раз случившееся и отправились спать. Весь следующий день герои провели в пути под скрип колес старой телеги с хутора, запряженной Варном, гигантской одомашненной ящерицей, совладать с которой удалось Радель. Охотница назвала Варна красивым именем Агат. К Преречью изгнанники отправились напрямик по восточной окраине леса, прямо вдоль реки. Уже ближе к вечеру герои на своем пути наткнулись на рыбаков, у которых решили уточнить путь к деревне. Они оказались из Преречья. За разговором изгнанники показали деревенским обрывок письма старосты. Узнав его почерк, рыбаки подсказали, как лучше и быстрее добраться до Преречья, а также поведали о конфликте с Рахтами. Раздор произошел из-за политики местного государства, протектората Пурпурной Зари. С Преречьем Рахтов связывал давний договор, по которому лесной народ обменивал дичь, шкуры, грибы, ягоды и другие дары природы на нужную в хозяйстве утварь и припасы. Рыцари на службе Ордена Пурпурной Зари не пылали особой любви к местному мохнатому народцу. И когда они столкнулись в деревне с послами Рахтов, которые пришли как раз за оплатой, обещанные задичь старостой, командующий рыцарей приказал новобранцам убить мохнатиков и тем самым подтвердить свою преданность идеалам протектората. С тех пор лесной народ недолюбливал людей. Еще изгнанники узнали, что законы протектората сильно ограничивали колдовство и жиродейство. Для Ретта и Краста это многое меняло. Чтобы не создавать проблем, герои представились наемниками, что сопровождали и охраняли Краста, торговцы и следователи из дальних краев. Такая легенда оправдывала их общее незнание окружающих мест и обычаев и давала возможность спокойно выспрашивать о всяком местных, не вызывая подозрений. Пока изгнанники продолжали свой путь по лесу, рыбаки успели быстрее них по реке вернуться в Преречье. Они рассказали об иномерцах старости, тому самому Виттару Айшу. Он, решив познакомиться с гостями, присоединился к ним на ужине в деревенском трактире, где расспросил о случившемся на хуторе. Особенно старосту встаревожили слова Ароделя Станирахтов и их предполагаемом пленнике, которого махнатики уволокли в лес. В следующий день герои посвятили пополнению своих перепасов и знакомству с местными. У торговца Сифрона Ред, Хельга и Ародель купили карту земель протектората, а Ричард и Вигги узнали немного о своих клинках у дворфа кузнеца Асвейга. Сабля эльфа, носившая имя Арель Ясхе, оказалась из серебра стали, металла, хорошо поддающегося зачарованию. Клинок Ричарда же был дворфийской работой и носил имя Тарвиндаль, так считались руны на его лезвии. Кроме того, Ред, Хельга и Ари познакомились с деревенской знахаркой Зарьяной, единственной чародейкой в Преречье. Крас в это время тоже не сидел без дела и осматривался, приглядывался к Преречью, искал полезные для себя контакты. За обедом его спутники узнали о личности второй цели. Им оказался Аскор Нурн, известный в протекторате как Аскорий Благочестивый, магистр Ордена Пурпурной Зари и фактически правитель протектората. Не слишком доступная цель, надо сказать. Фактически, Крас собирался устранить самого влиятельного и могущественного человека в тех краях. Несмотря на это, изгнанники согласились и дальше помогать колдуну с его миссией. Отчасти из-за антимагических законов, отчасти из-за конфликта с рактами, а отчасти ради того, чтобы не дать могу крови в одиночку наломать дров. Крас, почему-то поверивший обещаниям изгнанников, раскрыл свою настоящую сущность. Он был жнецом душ, посланным лордами Нижнего Мира Насулиас забрать души троих людей за неуплату долгов по сделке с демонами. Для изгнанников это откровение мага крови было неожиданным. Они считали его странным, мрачным колдуном-мстителем или просто наемным убийцей, но уж никак не жнецом душ. Прежде чем ему помогать, герои решили разобраться с рактами, чтобы заслужить доверие жителей Переречья. Отправившись к Витару, пятерка иномирцев предложила ему свою помощь в деле с рактами. Староста и сам планировал отправить несколько охотников на встречу с лохматиками, но среди них были недовольные политикой протектората, с которым ссориться он не хотел. Отправить чужаков к рактам, как независимую сторону, казалось Староста хорошим решением. Тем более, что через пару дней в Переречья появится патруль рыцарей Ордена с проверкой. Об этом сообщила Зарьяна, который пристал весточку ее жених Гвенбриан, один из рыцарей. По исутствии иномирцев в деревне в это время было нежелательным. У орденцев появится еще больше лишних вопросов, а ситуация и так не из лучших. Крааст, пожелавший все же остаться в деревне, согласился выполнить другое поручение Старосты, узнать, что затевают недовольные властями местные. Утром следующего дня изгнанники отправились в лес. Встретившись с рактами в чаще близ Переречья, иномирцы попытались убедить их в том, что они не желают зла, и пришли говорить. Хозяева леса связали им руки и завязали глаза, прежде чем согласиться на переговоры, и отвести в свое поселение. Там герои, будучи запертыми на время в хижине, встретили в ней Перереченского гонца, Валарата, того самого, который нес письмо от старосты и был пойман мохнатиками. Он поведал об истинных причинах столь агрессивных действий лесного народа. Проклятие старой башни, что стояло в лесу с незапамятных времен, становилось сильнее и распространялось все дальше, отравляя лес. А еще полхвы рафтов предсказывали тяжелую и холодную зиму. Припасов не хватало, и невыполнение витаром своей части уговора вынудило пойти их на крайние меры. Крабежи и разбой. Новый вождь племени Белый Клык, сын погибшего от проклятия старого рвача, кое-как пытался сдерживать племя от охоты на людей, но его терпению скоро мог прийти конец. Неожиданное и рискованное решение предложил Ричард. Отправиться к башне и уничтожить источник порчи. Рахты посчитали это разумной альтернативой долгу преречия, хоть и не верили в успех героев, ведь многие уже пытались. Так и на мир с отправились в самое сердце леса, к источнику проклятия. И чем дальше они заходили, тем все более мрачным и больным становился лес. Дорога была далеко не безопасной. Сначала на изданников напали облезлые обезумевшие чумные волки, за ними огромные ядовитые пауки. Во время стычки Ричард укусил один из проклятых волков. Справившись с тварями, герои смогли пробраться сквозь проклятую чащу и выйти к старой башне. Там их встретила безмолвная стража. Скелеты тех, кто ранее хотел уничтожить проклятие, либо же заполучить над ним контроль для своих целей. Нежить. Хозяин башни, зловещий скелет-колдун, лично вышел к иномирцам и, вопреки их ожиданиям, не напал. Как оказалось, он сам мучился от проклятия и жаждал упокоения. Изгнанникам удалось убедить неупокойного, что они могут справиться, даже несмотря на неудачи других. Соглотившись принять помощь, скелет рассказал о том, как проклятие появилось. Когда-то давно, до протектората, в лесах Сулиастах севера от реки, поселились три сестры-колдуньи. Позже на южном берегу появились люди-поселенцы, которых возглавлял храбрый воин-рыцарь. Шли годы, колдуньи жили в мире с людьми южного берега. Старшие сестеры перед водителем поселенцев хорошо лазили и часто виделись, и в итоге полюбили друг друга. Колдуньи делились своими знаниями и мудростью, а рыцари и его люди помогали сестрам в быту и отстроили им башню в лесу. Время шло, и поселенцам стало тесно на берегу. Решив получше изучить окрестные места, рыцарь повел своих людей дальше на юг. Там нашли они древнюю крепость, полную неведомых тайн и секретов, заинтересовавших предводителя людей. Повинуясь своему долгу лидера, он оставил любимую, которая не согласилась уйти с ним, и со своими людьми перебрался в крепость, основав возле нее новое поселение. С годами поселение росло, рыцарь все больше погружался в тайны строителей крепости. И вот от своих людей узнал он однажды о жутких кровавых ритуалах трех колдуньей, что творили они в лесной башне. Отправился тогда рыцарь к своей возлюбленной, дабы убедить ее прекратить темные дела. Раз пытался, два, три, все тщетно. Разве откажутся последней ведьмы Ковина Сумеречной Ивы от своего наследия? Нет, не откажутся. Правитель, помня о своих чувствах и милосердии, долго закрывал глаза на деяния сестер, но не смог стерпеть, когда его воины поймали двух младших колдуний за кровавым таинством, приведшим гибли множество его подданных. По приказу правителя, двух сестер поймали и казнили. Узнав об этом и не в силах понять и простить бывшего возлюбленного, старшая из ведьм замыслила лютую месть и создала для этого сердце порчи. Источник проклятия забирающего жизни. Колдунья собиралась пробудить его в поселении людей, но не успела. Рыцарь узнал о действиях своей любимой и отправил воинов, чтобы ее установить и отвезти в крепость на суд. Не собираясь идти с воинами и понимая, что не справиться с ними, ведьма пробудила сердце порчи там, где ее нашли, в стенах башни. Так и появилась проклятая лесная чаща. Все, кто пытался уничтожить сердце порчи, погибали, а после смерти становились его вечными стражами. Такую сказку поведал хозяин старой башни, сказку о ведьме Дарьяне и рыцаре Аскоре, том в самом Аскоре, правителе протектората. Оставаясь верными своему слову и несмотря на столь страшную историю, изгнанники отправились в подвалы башни. Именно там находился источник проклятия. Сердце порчи, наполненное магией древнего Ковена и жизненной силой погибших от проклятия существ, истощавшее злобу и жажду мести своей создательницы, обладавшее собственной волей, оно ждало новых жертв. Схватка вышла не из простых. Изгнанники не раз оказывались на волосок от смерти. Но их отвага, а также пробудившиеся магической силы клинков Вигги и Ричарда, помогли одолеть источник ненависти ведьмы Дарьяны. Сердце было разрушено, а силы, что питали проклятие, вырвались в виде столпа магической энергии, рассеявшейся по округе и разрушившей башню. Скелет-колдун, как выяснилось, в итоге оказался сыном героев своего сказания. Его звали Демьян. Он пытался остановить свою мать и не дать ей наложить проклятие, но сам стал первой жертвой сердца порчи и навеки был прикован к башне. Поняв из беседы с неупокоенным, что деревенская знахарка Зарьяна, внучка Демьяна, иномерцы сказали об этом сыну ведьмы. Он, перед тем, как уйти в посмертие, попросил передать ей его последнюю просьбу не использовать ведьмовство сумеречной Ивы, если она хочет жить счастливо. Герои заверили Демьяна, что выполнит его просьбу, и отправились в обратный путь. Уставших после сражения изгнанников старители Рахта, не надеявшиеся на их успех. Знахарь листового народа позволили героям отдохнуть в поселении, залечили их раны, а волхвы сообщили Ричарду ужасную новость. От укуса волка он был проклят, жить ему оставалось всего лишь неделю. С этим нужно было что-то делать. Следующим утром Рахты проводили иномерцев до самого края леса, почти к переречью. Белый Клык заверил их, что долг селян перед его племенем уплачен. В деревне же изгнанников ждала неприятная встреча с орденцами, и далеко не с простым патрулем, а с усиленным отрядом рыцарей под командованием дознавателя Гаррета Дарнелла. Он открыто презирал магию, о чем явно дал понять Рету, западал церевь в нем чародея. Благо, поводов для задержания изгнанников не нашлось. Встретившись с Светаром, иномерцы рассказали, что произошло с ними в лесу. В свою очередь, староста поверил, что выброс магии от разрушенного сердца был заметен даже отсюда, и обеспокоил дознавателя, который вызвал дополнительный отряд рыцарей, чтобы разведать ситуацию. Расследование Краста тоже принесло свои плоды. Третьей стороной заинтересованной в Преречье оказались так называемые бригадиры Марвока, города, известного в протекторате своими наемниками, контрамодистами и разного рода темными, не слишком ладящими законами, личностями. Бригадиры, хоть и признавали власть протектораты, имели свои взгляды на положение дел и хотели убедить деревенских начать с ними сотрудничать. Поговорив со старостой, изгнанники отправились к Зарьяне, решив, что она, будучи наследницей ведьм, сможет помочь Ричарду избавиться от проклятия. В доме знахарки герои встретились и познакомились с ее женихом Гвенбереном, и намирцы попросили помощи и убедили девушку в последний раз использовать знания Ковина с Умеречной Ивы. Несмотря на запрет Дарнейла покидать Преречье, Ричард и Вигги решили под выдуманным предлогом получить у него разрешение. Сознаватель согласился, но как-то уж слишком быстро. После заката Ред, Ари и Вигги остались возле дома знахарки, а Ричард, Хельга и Зарьяна с Гвенбереном отправились на откраину деревни, где знахарка собиралась провести особый ритуал, способный избавить воин от проклятия. Не лучшее время для подобной волшбы. В сгущающихся сумерках к дому знахарки пришел Краст, который сначала выслушал историю о том, что случилось с героями прошлым днем, а затем рассказал о своей встрече с представителями бригадиров. Воссоединение путников было прервано отрядом рыцарей, объявивших об аресте иномирцев. Краст в ответ на это открыто заявил о своей истинной цели, о убийстве Аскории, упомянув, что его должны будут казнить не в Преречье, а в Шайнгарде, как государственного преступника. Этим колдун хотел отвлечь внимание на себя, становясь мишенью, и его иномирцев в итоге заперли в подвале трактира, надев на них антимагические наручники. Оказалось, что рыцари вместе с некоторыми деревенскими, недолюбливающими Зарьяну, во главе с Гарретом Дарнеллом, узнали о ритуале и проследили за знахаркой и ее помощниками. Дознаватель открыто улечил юную ведьму в колдовстве, миром дело решить не представлялось возможным. В завязавшейся потасовке Гвенбериан, защищавший свою возлюбленную и названный за это предателем, был убит. Знахарку схватили, использовав какое-то антимагическое устройство, а Ричарда и Хельгу оглушили и бросили к остальным в подвал. Тем же вечером иномирцев выволокли к помосту, предварительно построенному рыцарями ордена. После речи Дознавателя перед деревенскими стала понятна его цель – казнить Зарьяну и иномирцев за запретную магию. Пытаясь выиграть время, Ред смог отвлечь часть рыцарей правдивой истории происхождений знахарки и призывами к чести и совести. Хоть слова мага и посеяли смятение среди воинов ордена, увы, этого было недостаточно, чтобы остановить казнь, и огонь уже начал терзать плоть девушки. Она кричала от боли в огоне, взывая к погибшему любимому. И зов был услышан. Древняя сила Ковина пробудилась у наследницы его знаний. Своим полным отчаянием криком Зарьяна смогла призвать своего суженного даже из могилы. Став рыцарем смерти, высшей нежитью, он пришел на зов любимую, чтобы освободить атаков и спасти от смерти. А те, кто осмелились встать у него на пути, были убиты быстрым и точным взмахом, почерневшего от темной магии клинка. Воспользовавшись суматохой, Хельга оглушил одного из сражей рыцарей на помосте, пока Краст, видя происходящее, решил более не скрывать свои сущности и принял истинный облик жнеца, освободив себя и изгнанников от антимагических оков. Клинок оглушенного орденца забрал с собой Ричард. Какая-никакая, а замена Дворфийскому. Зарьяна, воззвав к своей магии, сумела залечить раны и ожоги, но после всего случившегося, им с Гвеном не было места ни в Преречии, ни тем более в Протекторате. Бывший рыцарь был готов прикончить Дарнеллос за его действия, но опоздал. Часть рыцарей Ордена всегда были на стороне Гвенберена и остались при своем даже после его смерти. Воины не стерпели того, что фанатичный дознаватель был жив после всего того, что натворил, и самолично казнили его, наплевав на устав. Когда все закончилось, Краст вновь дал изгнанникам выбор – продолжать путь с ним, либо же идти своей дорогой. Поразмыслив, что идти им, в общем-то, некуда, изгнанники нагнали Краста, ушедшего в одиночку. Уставшие и растерянные они решили переночевать на южном берегу реки, чтобы отправиться на следующий день дальше в Шейнгард. Та ужасная ночь Преречья многое изменила для изгнанников, навсегда поменяв их взгляды на жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова